Это ты выдаёшь себя за Махди? Я не притворяюсь! Я на самом деле Махди! Я Махди! Какие у тебя доказательства? Махди не требуется доказательства. Люди следуют за Махди. И всё. Хорошо. Мы узнали из хадисов, а также от учёных, что Махди будет одним из потомков Али ибн Абу Талиба. Да будет доволен им Аллах. Так же он не может являться имамом, пока предыдущий имам не назначит его имамом. Разве ты потом Акали? Нет. Какой-либо имам назначил тебя имамом? Нет. Тогда как ты можешь считать себя Махди, если ни один признак не указывает на это? По выбору Всевышнего. По выбору Всевышнего. Почему же Всевышний выбрал именно тебя? А почему он должен выбрать другого? И какое доказательство, что Всевышний выбрал тебя? Коран. А что сказано в Коране насчёт этого? Говорит Всевышний Аллах в священном Коране, а именно в Суре Ас-Сажда. С именем Аллаха Милостивого Милосердного мы сделали среди них предводители, которые наставляли остальных по нашему велению. Истину молвил Всевышний Аллах. Истину сказал Всевышний. Я самый первый из имамов. Почему вы смеётесь? Потому что в этом аяте речь идёт о племени Исраиля. То есть, об иудеях. Разве ты оставил ислам и стал иудеем? Племя Исраиля? Нет, нет. Аят говорит о нас. Давай тогда поразмыслим вместе. Слушайте, братья, поверьте. Всевышний Аллах говорит. Мы даровали Мусе Писание, и не сомневайся о встрече с ним. Мы сделали его наставлением для сынов Исраиля. Мы создали среди них предводителей, которые наставляли остальных по нашему велению. Истину сказал Всевышний Аллах. Ты видишь в этом аяте что-нибудь, что касается мусульман? Значит, твоё утверждение о том, что ты Махди, доказывает, что ты не понимаешь, о чём говорится в Коране. И как же ты собираешься наставлять людей на истинный путь, если сам не понимаешь Коран?